Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день торжества православия, который в нашей стране совпал с трагическими событиями, произошедшими в Москве, мы вспоминаем тех, кто сохранил нам веру, сохранил Святое Православие ценой своей жизни, своих подвигов, своего исповеднического служения. Вот почему сегодня мы прославляем всех тех, которые уже отошли из этого временного мира в мир вечности и вспоминаем также тех, кто внезапно перешел в тот мир, не приготовившись, заранее, может быть, не исповедавшись, а внезапно переступил порог вечности и предстал пред Судом Божьим. Как важно нам с вами в современной жизни помнить о внезапности своей смерти. Сегодня не будем предаваться всевозможным прогнозам, выводам, на это есть специалисты. Наша задача – помолиться о новопредставленных и никого не осуждать. Наша задача сегодня – вспомнить о своей душе, о ее бессмертии. Ведь то, о чем говорил Федор Михайлович Достоевский, особо важно сегодня нам с вами вспомнить. Без веры в свою душу и в ее бессмертие, бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. Нам нужно всем осознать, что у нас есть не просто Богом данная душа, она никогда не умирает. Вот почему так важно современному миру напомнить о двух забвениях – о забвении о смерти и о забвении о бессмертии. Люди забывают, что все мы умираем. Люди забывают, что рано или поздно жизнь человеческая прекратится. Но многие люди, особенно живущие в современном мире, забывают о том, что Христос пришел в этот мир, чтобы победить Своей смертью смерть и всем верующим в Него подарить жизнь вечную. Многие люди забывают о своем бессмертии. В сегодняшний день вспомним о собственном бессмертии и постараемся приготовить свою душу к вечности, чем покаянием, исправлением своей души, чтением Святого Писания, которое укажет нам самый прямой путь к Богу, посещением Церкви ежевоскресных богослужений, частым участием в святых таинствах Святой Церкви, особенно в Таинстве Святого Причащения. Завершить же сегодня мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сегодняшнее к вам слово словами последней государь-императрицы Александры Федоровны Романовой. Ведь сегодня мы так должны бережно относиться к жизни, дорожить жизнью Богом, данную каждому из нас, дорожить жизнью наших родных и близких. Мы должны пробудить в себе это чувство любви к тем, кто живет и трудится рядом с нами. За каждый день нашей прожитой жизни мы должны благодарить Господа и в начале каждого дня испрашивать на день нашей жизни благословение. А вот что такое жизнь, как раз таки и оставила в своих записках Александра Федоровна Романова замечательный стих, который мне хотелось бы вам в завершении прочитать. Отец, что такое жизнь? Битва, где меткий может промахнуться, а самый зоркий обмануться и дрогнуть в сердце храбреца, там враг ни день, ни ночь не дремлет. Та битва целый мир объемлет. Стоять в ней нужно до конца. Вот пусть эти слова сердцем воспримет каждый из нас. И Бог своей благодатью и человеколюбием доукрепит всех нас на нашем жизненном пути. С праздником вас! С торжеством православия! И дохрани всех вас Христос! Аминь.